Добрый день, уважаемые ребята! Меня зовут Наталья Сергеевна Рачихина. Я кандидат экономических наук, доцент кафедры социологии, социальной работы и управления персоналом Ивановского государственного университета. Сегодня мы с вами разберем решение экономических задач. Уважаемые ребята, давайте с вами рассмотрим задачи на тему банковские вклады. Прежде всего, хотела бы сказать, что банковские вклады очень актуальны в современной рыночной экономике. Банковские вклады – это один из способов вложения своих денежных средств. Банковские вклады – это денежные средства, которые граждане отдают в банк для получения прибыли. Банковские вклады являются важным инструментом, позволяющим надежно защищать, хранить и копить свои деньги. Но несмотря на простоту, легкость и доступность, этот финансовый инструмент имеет некоторые особенности, о которых должен иметь представление каждый из нас. Финансовые организации мотивируют очень часто своих клиентов к размещению денежных средств на длительное время. В настоящее время граждане могут открыть любой вклад, который может быть рублевым, валютным, мультивалютным, пополняемым, с капитализацией. Основной целью открытия банковского вклада является накопление и сбережение денежных средств, а также получение дохода в форме процентов с вложений. Так как банковские вклады являются важным инструментом в рыночной экономике, давайте рассмотрим экономические задачи на тему банковских вкладов. Ознакомьтесь с условиями задачи. Минтрофанушка подобрал на улице брошюру банка, предлагающую открыть сверхвыгодный вклад сроком на три года. Брошюра гласила, если вы состоятельный молодой человек, ищущий возможность инвестировать сумму не менее 50 рублей, то наш банк предлагает вам сразу две превосходные опции. Первая опция. Вклад на три года без возможности до срочного снятия и внесения денежных средств. Поставки 6% годовых. При этом накопленные проценты прибавляются к сумме вклада один раз в конце каждого года. Поэтому сумму, которую вы будете получать в каждый последующий год, будет больше, чем в предыдущий. Опция вторая. Вклад на три года с возможностью снятия и внесения дополнительных сумм в конце первого года. В течение первого года будет действовать ставка 5% годовых, а после процент по вкладу взрастет до 15%, но будет начислен один раз в конце срока действия вклада на всю сумму. И вновь проценты прибавляются к сумме вклада. Митрофанушка вернулся домой, разбил копилку, отсчитал ровно 50 рублей, как раз достаточно для открытия депозита. По его прикидкам, в конце первого года он мог бы дополнить вклад еще 10 рублями из тех денег, которые маменька за это время выдаст ему на обеды. Помогите ему определить, какой из выгодных вкладов окажется более сверхвыгодным. И в ответ запишите сумму, которую митрофанушка заберет из банка. Давайте приступим к решению. Сначала разберемся с вложением денег по первой опции и пределим доход митрофанушки от вложения в первый год. 50 рублей он вкладывает под 6% годовых, поэтому 50 рублей умножаем на 0,06. Итого получаем 3 рубля. Также эту сумму можно найти с помощью пропорции. Пропорции для определения дохода от вложений в первый год выглядят следующим образом. 50 рублей – это 100%, х – это 6%. Соответственно, как нам найти х? Мы должны 50 умножить на 6 и разделить на 100. Итого получим 3 рубля. Тогда на счету митрофанушки на конец первого года будет сумма 50 рублей плюс 3 рубля – 53 рубля. Дальше пределим доход от вложений во второй год. У нас сказано по условиям задачи, что накопленные проценты прибавляются к сумме вклада один раз в конце каждого года. Поэтому сумма, которую вы будете получать в каждый последующий год, будет больше, чем в предыдущий. Соответственно, когда мы определяем доход от вложений во второй год, мы уже берем 53 рубля, та сумма, которая у нас на счету, и умножаем на 0,06. И получаем 3 рубля 18 копеек. На счету по кончанию второго года будут лежать денежные средства. 53 рубля плюс 3 рубля 18 копеек. Итого 56 рублей 18 копеек. Дальше пределим доход от вложений в третий год. 56 рубля 18 копеек. Умножаем на 0,06 и получаем 3 рубля 37 копеек. Соответственно, на счету на конец третьего года у метрофанушки будет лежать сумма 56 рублей 18 копеек плюс 3 рубля 37 копеек. Итого 59 рублей 55 копеек. Значит, доход метрофанушки от вложений в банки по первой опции составит 59 рублей 55 копеек минус 50 рублей, которые он первоначально положил на счет. 9 рублей 55 копеек. Переходим ко второй опции. Доход метрофанушки в первый год у нас с вами составит 50 рублей 5 копеек. 50 рублей умножаем на 0,05. Это будет 2 рубля 50 копеек. 50 рублей – это первоначальное вложение. 5 процентов – это 5 процентов годовых. На счету по окончанию первого года будет сумма 50 рублей плюс 2,5 рубля. 52 рубля – 50 копеек. 52 рубля – 50 копеек. Мы с вами знаем, что в конце первого года метрофанушка мог бы дополнить вклад еще 10 рублями. Значит, метрофанушка добавил на счет еще 10 рублей, дополнил вклад. Тогда у него на счете будет 52 рублей 50 копеек плюс 10 рублей. Итого 62 рубля 50 копеек. Что мы знаем про доход во второй и третий год? Мы знаем, что процент по вкладу возрастет до 15%. Однако он будет начислен один раз в конце срока действия вклада на всю сумму вклада. Тогда доход за второй и третий год составит 62 рубля 50 копеек умножить на 15 в сотых. Итого 9 рублей 38 копеек. На счету в конце третьего года будет у метрофанушки 62 рубля 50 копеек плюс доход за второй и третий год. За второй и третий год 9 рублей 38 копеек, значит 71 рубль 88 копеек. Определим доход по второй операции. 71 рубль 88 копеек минус 60 рублей. Итого доход по второй опции 11 рублей 88 копеек. Отсюда мы делаем вывод, что второй вклад более сверхвыгодный. И из банка метрофанушка соберет 71 рубль 88 копеек. Уважаемые ребята, эту же задачу можно было решить другим способом. Давайте сначала рассмотрим решение по первой опции, а потом по второй. На счету на конец первого года у метрофанушки будет 50 рублей умножить на 1,06. Что такое 1,06? Это 100% и еще 6. 6 это у нас процент доходности. 6% по условиям задачи. То есть 1,06 это 100% плюс 6%. Итого на счету на конец первого года получается у метрофанушки 53 рубля. На счету по кончанию второго года у метрофанушки будет 53 рубля умножаем на 1,06. Так как мы с вами знаем, что ставка неизменна в течение трех лет. Итого получаем 56 рублей 18 копеек. На счету соответственно на конец третьего года у метрофанушки будет 56 рублей 18 копеек умножить опять на 1,06. Итого 59 рублей 55 копеек. Тогда доход метрофанушки от вложения в банке по первой опции составит 59 рублей 55 копеек минус 50 рублей 9 рублей 55 копеек. То есть мы нашли тот же ответ, но более коротким способом. Давайте перейдем ко второй опции. по второй опции на счету по кончанию первого года будет мы вложили 50 рублей умножаем на 1,05. Что такое 1,05? Это 100% плюс доходность у нас с вами по счету 5%. Отсюда получается 1,05. Значит, мы 50 рублей умножили на 1,05 и получили 52 рубля 50 копеек. Не забываем, что метрофанушку добавил на счет еще 10 рублей. Итого на конец первого года получается у метрофанушки 62 рубля 50 копеек. На счету метрофанушки в конце третьего года у нас с вами будет 62 рубля 50 копеек умножить на 1,15. 15 процентов мы знаем, это процент по вкладу, который будет начислен один раз в конце срока действия вклада, сразу на всю сумму. Вся сумма у нас 62 рубля 50 копеек, 1,15, это у нас 100 процентов плюс 15. Итого получился 1,15. Значит, на счету метрофанушки в конце третьего года у нас с вами будет 71 рубля 88 копеек. Мы получили такой же ответ, соответственно, что второй вклад более сверх выгодный. Из банка метрофанушка заберет 71 рубля 88 копеек. То есть вы можете решать эту задачу любым удобным для себя способом. Именно это я вам и хотела показать. Уважаемые ребята, давайте с вами рассмотрим экономические задачи на тему банковский кредит. Банковский кредит – это денежная сумма, предоставляемая банком на определенный срок и на определенных условиях. Давайте решим задачу. Дарья планирует взять потребительский кредит на ремонт квартиры. Банк запросил у Дарья документы, подтверждающие информацию о ее доходах. Сумма кредита составила 450 тысяч рублей с процентной ставкой 10,5% годовых сроком на 5 лет с ежемесячными платежами по формуле простого процента. Имеет ли право банк требовать документы, подтверждающие доходы ДАВИ? Определите, какова будет сумма ежемесячного платежа. Определите, какова будет общая сумма платежей банку. Имеет ли банк право требовать документы, подтверждающие доходы ДАВИ? ДАВИ имеет. Банк чаще всего запрашивает справку 2 НДФЛ, которая подтверждает доходы граждан за последние нескольки месяцев. Банк должен быть уверен, что клиент, заемщик платежеспособен. Теперь приступим и к решению. Во-первых, определим сумму процентных платежей за пользование кредитными средствами. 450 тысяч умножить на 0,105 тысячных. 450 тысяч эту сумму берет ДАВИ в банке под 10,5% годовых. 10,5% годовых в коэффициенте – это 0,105 тысячных. Итого, сумма процентных платежей за пользование кредитными средствами в год составляет 47 250 рублей. Нам надо определить сумму процентных платежей за пользование кредитными средствами за 5 лет. Мы 47 250 умножаем на 5 лет и получаем 236 250 рублей. Теперь вторым действием определим общую сумму по кредиту, которую должна будет выплатить ДАВИ за 5 лет. 450 тысяч, то есть сумму основного долга, прибавляем 236 250 рублей. Это сумма процентных платежей. Итого получаем 686 250 рублей. Теперь определим размер ежемесячного платежа. 686 250 рублей мы делим на 12 месяцев и на 5 лет. Итого получаем, что размер ежемесячного платежа составляет 11 437 рублей 50 копеек. Таким образом, мы с вами решили задачу и получили следующие ответы. Банк имеет право требовать документы. Сумма ежемесячного платежа составляет 11 437 рублей 50 копеек. Общая сумма платежей по кредиту составляет 686 250 рублей. Уважаемые ребята, давайте порешаем задачи с вами на тему кредит и займа. При выборе источника получения кредитных средств мы с вами должны внимательно изучить следующую информацию. Пакет необходимых документов для получения кредита. Давайте рассмотрим это на примере. Решаем следующую задачу. Читаю условия. В 2016 году гражданину Н. срочно понадобилось 100 000 рублей на незапланированную покупку. Неподалеку от него находились 2 кредитных учреждения. Предприятие Суперкопеечка выдает займы, заключая договор при предъявлении паспорта. Под 0,5% в день на любой срок. И второй банк стабильность. Он выдает кредиты под 20% годовых и сроком не меньше, чем на год. Также требуется предоставить пакет документов. Гражданин Н. был уверен, что сможет погасить кредит в течение 60 дней. Он решил не тратить время на сбор пакета документов и не ввязываться в длительный, по его мнению, годовой кредит. Какую сумму в итоге гражданин Н. выплатит в Суперкопеечке? Выгодно ли с экономической точки зрения поступил гражданин Н, взяв заем в Суперкопеечке? И приведите один аргумент, который на основе расчетов докажет сделанный вами вывод. Значит, таким образом, у нас есть гражданин Н, которому потребовалось 100 тысяч рублей. Он решил взять кредит. В первом случае он обратился в Суперкопеечку и узнал, что она выдает займы, заключая договор по паспорту под 0,5% в день на любой срок. Во-вторых, он узнал, что есть банк Стабильность, который выдает кредиты под 20% годовых, но срока не менее, чем на год и требуется предоставить пакет документов. Гражданин Н принял решение взять займ в Суперкопеечке. Нам надо ответить на три вопроса. Первый вопрос. Какую сумму гражданин Н выплатит в Суперкопеечке? Второй. Выгодно ли с экономической точки зрения поступил гражданин Н? И третий. Привести аргумент, который на основе расчетов докажет сделанный нами вывод. Давайте приступим к решению. Прежде всего, необходимо определить, сколько денежных средств гражданин Н выплатит в Суперкопеечке. Значит, гражданин Н взял 100 тысяч на 60 дней под 0,5% ежедневно. Таким образом, 100 тысяч умножить на 60 и умножить на 0,5% плюс 100 тысяч. Мы с вами получим 130 тысяч рублей. Эту сумму гражданин Н должен выплатить в Суперкопеечке за 60 дней пользования заемными средствами. Значит, из 130 тысяч 100 – это сумма основного долга, 30 – это проценты. 30 тысяч – это проценты. Что же мы, какой же вывод мы уже можем сделать? Гражданин Н поступил невыгодно. Потому что банк Стабильность выдает кредиты под 20% годовых. А значит, даже если бы гражданин Н взял кредит в банке Стабильность на год, то в сумме бы он выплатил 100 тысяч плюс 20 тысяч. Итого 120 тысяч рублей. Где 100 тысяч – это сумма основного долга, 20 тысяч рублей – это проценты. Мы можем с вами рассчитать ежедневный процент в банке Стабильность. Для этого 20% мы разделим на 365 дней. В году у нас 365 дней. И деля 20% на 365 дней, мы получаем ежедневный процент за пользованием стабильности. денежными средствами в банке Стабильность. Мы получим 0,005%. Ежедневный процент в банке Стабильность ставим 0,005%. Это в 10 раз меньше, чем в суперкопеечке. Потому что в суперкопеечке ежедневный процент равен 0,5%. Таким образом, мы решили задачу и уже можем списать ответ. Ответ на первый вопрос. 130 тысяч рублей – это сумма, которую гражданин N выплатит в суперкопеечке. Ответ на второй вопрос. Это же невыгодно, потому что гражданин N, взяв кредит в суперкопеечке, поступил нерационально, невыгодно. И ответ на третий вопрос. Если бы гражданин N взял кредит в банке Стабильность на год, то в сумме бы выплатил 120 тысяч рублей. Ежедневный процент в банке Стабильность равен 0,054%. Это в 10 раз меньше, чем в суперкопеечке. В суперкопеечке ежедневный процент равен 0,5%. Таким образом, мы с вами решили сложную, но интересную задачу. Ребята, давайте порешаем экономические задачи на тему инфляции. Что же такое инфляция? Инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег по происшествию некоторого времени можно купить меньше товаров и услуг, чем прежде. Уровень инфляции определяется по формуле P2 минус P1 разделить на P1, где P1 – это средний уровень цен в прошлом году, а P2 – это средний уровень цен в текущем году. Теперь давайте перейдем к решению задачи. В стране телемилитриантии производится и продается только один товар – белогривые лошадки. В прошлом году за один тугрик житель страны мог купить четырех лошадок, а в этом году – двух. Найдите уровень инфляции в стране за прошлый год. В ответе укажите только число. Мы с вами знаем, что в прошлом году за один тугрик житель страны мог купить четырех лошадок, в этом году – двух. Эту информацию мы имеем из условий задачи. Значит, в прошлом году одна лошадка стоила 0,25 тугрика, а в текущем – 0,5 тугрика. Лошадка подорожала. Подставим данную информацию в формулу. 0,5 минус 0,25 разделить на 0,25 и получим 100. Ответ. Уровень инфляции равен 100. Давайте решим с вами еще одну задачу. В стране Z производятся два товара – спортивные костюмы и флаги. Всего можно произвести либо 100 спортивных костюмов, либо 25 флагов. Либо любую их линейную комбинацию. Спортивный костюм на мировом рынке стоит 10 монет, а флаг – P монет. При каком значении P стране безразлично, что производить, если все товары, произведенные в стране, продаются на мировом рынке с целью получения максимального дохода. Приведите необходимые расчеты. Давайте приступим к решению. Как мы видим из условий задачи, чтобы произвести один флаг, в стране Z нужно отказаться от производства четырех спортивных костюмов. Произведя и продав один флаг, страна получит P монет. P – количество монет. В то же время, произведя и продав четыре костюма, страна получит сорок монет. Четыре костюма надо умножить на десять. Это цена одного костюма и получим сорок монет. Исходя из этого, можем сделать следующий вывод. При цене флага сорок монет в стране будет безразлично, что продавать. Ответ. P равно сорок. То есть задача небольшая, решения несложные. А теперь перейдем к очень интересной, актуальной в настоящее время теме – обслуживание банковских карт, выбор банковской карты. При выборе банковской карты мы внимательно с вами смотрим на стоимость ее обслуживания, проценты годовых и наличие кэшбэка. Давайте рассмотрим это на задачи. На слайде представлены условия с на дачи. Сейчас я вам их зачитаю. Владимир выбирает банковскую карту для ежедневных операций. Банк А предлагает ставку 12% годовых с ежегодной капитализацией. Бесплатное обслуживание карты и 10% кэшбэк с каждой покупки. Банк Б предлагает ставку в 24% годовых. 2000 рублей в год за обслуживание. И 5% кэшбэка. Сколько денег должен тратить Владимир за год, если в течение года на его счету лежит в среднем 100 тысяч рублей? Чтобы предложение банка А было более выгодным, приведите необходимые расчеты. Давайте с вами приступим к решению. Но сначала давайте все-таки подытожим условия. У нас Владимир хочет приобрести банковскую карту. Есть два предложения. Одно предложение от банка А, другое предложение от банка Б. Банк А предлагает ставку 12% годовых с ежегодной капитализацией и бесплатное обслуживание карты. Плюс еще 10% кэшбэка с каждой покупки. У банка Б тоже заманчивое предложение. Предлагается ставка 24%, но мы должны платить 2000 рублей в год за обслуживание и 5% кэшбэк. Нам надо найти, сколько денег должен тратить Владимир за год, если в течение года на его счету лежит в среднем 100 тысяч рублей, чтобы предложение банка А было более выгодным. Давайте произведем расчеты. Как мы с вами понимаем, предложение банка А будет более выгодным, если выполняется следующий неравенство. 100 тысяч умножить на 0,12 плюс 0,1х больше, чем 100 тысяч умножить на 0,24 плюс 0,05х минус 2000. Слева в неравенстве у нас предложение банка А, справа в неравенстве у нас предложение банка Б. В этом неравенстве х – это затраты за год. Решим данные неравенства. 12 тысяч плюс 0,1х больше, чем 24 тысячи минус 2000 минус 12 тысяч. 0,05х больше, чем 10 тысяч. Отсюда х больше, чем 200 тысяч. Ответ. Владимир должен тратить за год более 200 тысяч рублей. Ребята, давайте перейдем к следующим задачам и изучим задачи, рассмотрим задачи на тему равновесная цена на рынке. Конечно же, вы знаете, что равновесная цена – это цена на конкурентном рынке, при которой величина спроса и величина предложения равны. То есть это цена, при которой нет дефицита или избытка товаров и услуг. А значит, на рынке нет тенденций роста или снижения. Вот такая задача. Депутат Ник Янцзен возмущился небоснованно завышенными, на его взгляд, ценами на бензин. Ник Янцзен предложил ввести потолок цены на бензин на уровне в два раза ниже равновесного, чтобы улучшить положение покупателей благодаря снижению цены. Его политический оппонент Денис Овалов считает, что в результате этого потребителям станет только хуже. Кто из депутатов прав, если рынок бензина является совершенно конкурентным? Приведите развернутое обоснование вашего ответа. Несомненно, прав Денис Овалов. Товар, в нашем случае бензин, реализовался на рынке по равновесной цене, то есть по цене, по которой покупатель готов купить, а продавец готов продать товар. В результате предложения Ника Янцзена ввести потолок цены на бензин на уровне в два раза ниже равновесного, количество подаваемого товара, как мы с вами понимаем, сократится, потому что продавцы не будут заинтересованы в продаже товара ниже равновесной цены. Введение потолка цен на уровне ниже равновесного на бензин приведет к возникновению дефицита товара. Таким образом, Денис Овалов прав. Количество подаваемого товара сократится, потому что продавцы не будут заинтересованы в продаже товара ниже равновесной цены. Это приведет к дефициту товара. Давайте решим следующую интересную задачу. Фирма «Солнечный город» решила установить цену на свои товары ниже сложившейся рыночной. Выберите из приведенного списка верное объяснение этому решению. Исходя из того, что фирма принимала решение по соображениям экономической рациональности. И нам даны следующие объяснения. Первое. Решение может быть вызвано желанием у странных конкурентов. Второе. Фирма хочет избежать уплаты налогов. Третье. Фирма хочет приучить потребителей к своей продукции. Четвертое. У фирмы возник избыток продукции. Он занимает место на складе, и от него выгоднее избавиться, продавая по цене ниже рыночной. И пятое. Фирма хочет выплатить премии своим сотрудникам. Значит, мы с вами что имеем? Мы имеем фирму «Солнечный город», которая приняла обоснованные по экономической рациональности решения понизить цены на свои товары, и сделать их ниже сложившейся рыночной. Давайте подумаем, чем может быть обосновано данное решение. Первое. Решение может быть вызвано желанием устранить конкурентов. Да, мы можем с вами с этим согласиться, потому что даже незначительное снижение цен приведет к тому, что потребители будут покупать товар именно у фирмы «Солнечный город». Это приведет к снижению прибыли у конкурентов. Второе. Фирма хочет избежать уплаты налогов. Нет, это неправильное обоснование, потому что снижение цены и уплаты налогов, и избежание уплаты налогов между собой не взаимосвязано. Третье. Фирма хочет приучить потребителей к своей продукции, к своему бренду. С этим мы с вами должны согласиться, да? Потому что, если мы покупили один раз товар со скидкой, и он нам понравился, мы будем и второй, и третий раз покупать данный товар. Четвертое. У фирмы возник избыток продукции, и он занимает место на складе. От него выгоднее избавиться, продавая по цене ниже рыночной. Здесь мы с вами тоже согласны, потому что, если лежит на складе большое количество продукции, и она занимает много места, это приводит к тому, к повышению складских расходов, да? А если этот товар еще не ликвидный, то от него надо точно уже избавляться, да? Именно поэтому мы соглашаемся с этим обоснованием. Пятое. Фирма хочет выплатить премии своим сотрудникам. Никакой связи между снижением цены ниже сложившейся рыночной и премиями сотрудникам мы не видим. Таким образом, в результате рассуждений мы принимаем следующее решение, что фирма может принять данное решение о снижении цены ниже сложившейся рыночной на основании следующих обоснований. Первое. Решение может быть вызвано желанием устранить конкурентов. Второе. Фирма хочет приучить потребителя к своей продукции, к своему бренду. Третье. У фирмы возник избыток продукции. Он занимает место на складе, и от него выгоднее избавиться, продавая по цене ниже рыночной. Со всеми этими тремя позициями мы с вами согласны. Таким образом, правильные ответы 1, 3 и 4. Следующая наша с вами тема «Финансовая подушка безопасности и инвестиционный портфиль». Давайте мы с вами решим задачи по этой теме. Но сначала рассмотрим теоретические аспекты. Финансовая подушка безопасности – это запас денежных средств на случай утраты основных источников дохода и возникновения экстренной ситуации, которая требует больших расходов. Финансовая подушка безопасности является неприкосновенный резервный фонд, помогающий преодолеть внезапные денежные трудности и обеспечивающий чувство надежности. Финансовую подушку безопасности мы можем создать благодаря инвестиционному портфилю. Инвестиционный портфиль – это набор различных инвестиционных активов, в которые вкладывает свои денежные средства инвестор с целью получения прибыли. Теперь давайте решим задачу на эту тему. В январе 2015 года Михаил Павлович решил создать финансовую подушку безопасности. За 4 года, то есть за 48 месяцев, он планировал получить 2,5 миллиона рублей. Для достижения своей финансовой цели Михаил Павлович составил инвестиционный портфель, состоящий из трех позиций. Структура инвестиционного портфеля Михаила Павловича следующая. Первое. Банковский депозит на 1 миллион рублей под 9% годовых с переводом выплачиваемых процентов на вклад до востребования, где на отчисление процентов не производится. Второе. Облигация федерального займа на 3 миллиона рублей под 8% годовых с ежегодной капитализацией процентов. И третье. Пакет акций компании «Э» в количестве 10 тысяч штук. Стоимость одной акции в 2015 году составляет 120 рублей. Стоимость акций в конце 2019 года уже составляет 230 рублей. Чему равна реальная подушка финансовой безопасности, которую сформировал Михаил Павлович к концу 2019 года? Определите доходность его вложений в облигации федерального займа и на депозит в банке. Надежен ли инвестиционный портфель Михаила Павловича? Свой ответ обосновки. Давайте приступим к решению. То есть мы с вами знаем, что структура инвестиционного портфеля Михаила Павловича включает в себя банковский депозит, облигации и акции. Во-первых, произведем расчет дохода по банковскому депозиту. Мы вложили 1 миллион рублей под 9% годовых. Соответственно, 1 миллион умножить на 0,09 равно 90 тысяч рублей. Это доход за год. Михаила Павлович. 90 тысяч умножаем на 4 года, получим 360 тысяч рублей. Это доход по банковскому депозиту Михаила Павловича за 4 года. Второе. Определим доход по облигациям федерального займа за 4 года. Мы приобрели облигации на 3 миллиона рублей под 8% годовых с ежегодной капитализацией процента. Исходя из этого, мы 3 миллиона умножаем на 1,08 и получаем 3 миллиона 240 тысяч. Дальше. Так как у нас ежегодная капитализация процентов, мы 3 миллиона 240 тысяч умножаем опять на 1,08 и получаем 3 миллиона 499 тысяч 200 рублей. На третий год мы 3 миллиона 499 тысяч 200 рублей опять умножаем на 1,08 и получаем 3 миллиона 799 тысяч 136 рублей. Аналогично проделываем данную операцию на четвертый год. Итого, доход по облигациям за 4 года составит 4 миллиона 81 тысяча 467 рублей минус 3 миллиона рублей. Это сумма, на которую мы купили облигации, которую мы вложили в облигации. Значит, доход по облигациям на 4 года составит 1 миллион 81 тысяча 467 рублей. Перейдем к расчету акций. Пакет акций компании «Энн», приобретен был Михаил Павловичем, в количестве 10 тысяч стук. Стоимость одной акции в 2015 году составляет 120 рублей. Стоимость акций в конце 2019 года 230 рублей. Определим доход по акциям за 4 года. 230 минус 120, получаем 110 рублей. Это доход по одной акции. За 4 года. Теперь 110 рублей умножаем на 10 тысяч акций и получаем 1 миллион 100 тысяч рублей. Это доход по 10 тысячам акций. Теперь определим размер финансовой подушки Михаила Павловича. 1 миллион 81 тысяча 467 рублей. Это доход по облигациям. Прибавляем 360 тысяч рублей. Это доход по банковскому депозиту. И прибавляем 1 миллион 100 тысяч рублей. Это доход по акциям. Итого у нас получается размет финансовой подушки 2 миллиона 541 тысяча 467 рублей. Мы помним, что по условиям задачи Михаил Павлович планировал получить 2,5 миллиона рублей. Ответ. У Михаила Павловича получилось создать финансовую подушку безопасности за 4 года в размере 2 миллиона 541 тысяча 467 рублей. Доходность вложений составила по банковскому депозиту за 4 года 360 тысяч рублей. Доходность облигаций 1 миллион 81 тысяча 467 рублей. Портфель Михаила Павловича сформирован из трех инструментов акций, облигаций и депозит. И только 20% из портфеля инвестировано в акции 1 миллион 200 тысяч рублей. Акции считаются волатильным и рискованным финансовым инструментом. 80% портфеля – это депозит и государственные облигации, которые считаются надежными финансовыми инструментами. Поэтому весь портфель инвестиционный Михаила Павловича считается надежным. Давайте перейдем к следующей теме – шкалы налогообложения. Ребята, вы знаете, что шкала налогообложения – это система ставок налога, устанавливаемых для его расчета. Шкала налогообложения может быть плоской, прогрессивной или регрессивной. При плоской шкале налогообложения устанавливается ставка налога, которая не зависит от величины налоговой базы. Например, 10% от налоговой базы. При прогрессивной шкале налогообложения устанавливается несколько налоговых ставок в зависимости от суммы налоговой базы. Причем для большей суммы налоговой базы устанавливается большая ставка налога. При регрессивной шкале налогообложения устанавливается несколько налоговых ставок в зависимости от суммы налоговой базы. Причем для большей суммы налоговой базы устанавливается меньшая ставка. Именно вот эти теоретические аспекты помогут нам в решении следующей задачи. Условия задачи представлены на слайде. Давайте мы ее прочитаем. Никита, Артем и Игорь – жители страны Нетландии. Их доходы равны тысяча, десять тысяч и сто тысяч талеров соответственно. Каждый из них, независимо от своего дохода, платит сто талеров в виде налогов. Определите. Первое. Какая шкала налогообложения установлена в Нетландии? Свой ответ обоснуйте. Второе. Назовите одно преимущество и один недостаток этой шкалы. Значит, мы знаем, что у нас есть три молодых человека. Никита, Артем и Игорь. Никита получает доход тысяча, Артем – десять тысяч, а Игорь – сто тысяч талеров. И каждый из них платит налог – сто талеров. Нам надо определить, какая шкала налогообложения установлена в Нетландии и обосновать свой ответ. Давайте еще осветнемся к предыдущему слайду и посмотрим на три шкалы налогообложения. Плоская шкала. При ней устанавливается ставка налога, который не зависит от величины налоговой базы. Прогрессивная шкала налогообложения. При ней устанавливается несколько налоговых ставок в зависимости от суммы налоговой базы. И при регрессивной шкале налогообложения устанавливается несколько налоговых ставок в зависимости от суммы налоговой базы. Давайте подумаем и примем правильное решение, какая шкала установлена в Нетландии. Давайте приступим к решению. В Нетландии установлена регрессивная шкала налогоболожения, потому что по мере роста дохода уплачиваемая доля дохода снижается. Теперь выделим одно преимущество и недостаток этой шкалы. Преимущество регрессивной шкалы стимулирует работников увеличивать свой доход. Потому что по мере роста дохода уплачиваемой долей дохода снижается. И она стимулирует работодателей повышать заработную плату сотрудникам. Какой же недостаток? Недостатком прогрессивной шкалы налогоболожения является. Она способствует увеличению неравенства и может провоцировать социальную напряженность. Давайте с вами рассмотрим задачу на уровень заработной платы и порассуждаем над ее решением вместе. Задача. Одной из причин промышленного переворота в Великобритании Роберт Аллен называет высокий уровень зарплат. Как могут быть связаны высокий уровень зарплат в стране и научные открытия? Мы с вами знаем, что высокий уровень зарплат делает дорогим использование такого фактора производства, как труд. Это приводит к увеличению стимула заменить его капиталом. Именно поэтому фирмы активно вкладывают свои денежные средства в технические разработки, чтобы уменьшить издержки производства и увеличить свою прибыль. Теперь давайте с вами перейдем к задачам на тему введения штрафных санкций. Но сначала давайте вспомним, что же такое штрафные санкции. Штрафные санкции – это денежное взыскание, мера материального воздействия на лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, договоров или определенных правил. Давайте прочитаем вместе с вами задачу. В израильском детском саду родители часто забирали детей с опозданием. Исследователи Ури Гнизи и Альдо Растичини предложили ввести штраф для таких мам и пап. Но в результате этого число опозданий только увеличилось. Предложите два возможных объяснения обнаруженной закономерности. Что мы имеем? Мы имеем детские сады, но родители детей забирают с опозданием. Чтобы решить данную проблему, два исследователя предложили ввести штрафы для таких пап и мам, которые забирают своих детей с опозданием. Исследователи думали, что мама и папа после этих штрафных санкций будут забирать своих детей вовремя. Но в результате число опозданий только увеличилось. Нам надо объяснить обнаруженную закономерность. В результате введения штрафа опоздание стало восприниматься родителями как услуга, которую можно купить. И второе, что мы можем выявить, что совесть создает более сильную мотивацию, чем потери небольшого дохода. Именно поэтому в данной ситуации формальные институты оказываются менее эффективными, чем неформальные. Уважаемые ребята, давайте мы с вами рассмотрим задачи на тему издержки. Тема издержек очень актуальна в современной экономике. С издержками в настоящее время сталкиваются все предприятия и организации. Под издержками понимаются все затраты и расходы предприятия и организации на производство товара, выполнение работ или оказание услуг. Именно поэтому вопросы управления издержками являются очень актуальными. Что же такое издержки? Издержки – это совокупность всех расходов и затрат, которые несет организация для производства товаров и услуг. Все издержки делятся на два вида – постоянные и переменные. Постоянные издержки – это затраты, которые не зависят от объема производства. Они постоянно, независимо от того, 50 изделий производит предприятие или 100 изделий. Их величина постоянно. Примерами постоянных издержек являются платы за аренду помещения, платы за аренду оборудования, земельных участков, оплату туда административного персонала или тех, кто получает ежемесячный оплат. Переменные издержки зависят от увеличения или уменьшения объема производства. Например, если организация увеличивает количество выпускаемой продукции, ей требуется большее количество материалов. Соответственно, увеличиваются затраты на материалы и ресурсы, необходимые для производства большего объема изделий. Примерами переменных издержек являются заработные платы работников со сдельной системой оплаты труда. Сдельная система оплаты труда – это когда работник получает заработную плату в зависимости от количества выполненной работы, выпущенных изделий, изготовленных изделий или оказанных услуг. К переменным издержкам также относятся затраты на сырье и материалы, транспортные расходы на доставку продукции до потребителя, затраты на электроэнергию. Таким образом, вы должны запомнить, что постоянные издержки, они не зависят от объема производства. Переменные издержки зависят от объема производства, а постоянные издержки плюс переменные издержки составляют общие издержки производства. Посмотрите два рисунка. На левом рисунке у вас представлены постоянные издержки, линия прямая, потому что они не меняются в течение периода и не зависят от объема производства. На правом рисунке у вас представлены переменные издержки, они зависят от объема производства. Давайте мы с вами рассмотрим задачу на тему издержки. Фабрика «Дровосек» занимается производством одного товара – ножик для табуреток, маленькая фабрика. Величина переменных издержек производства в расчете на одну единицу продукции в рублях при любом объеме выпуска равна четырем. В прошлом месяце фабрика получила заказ на комплект из ста ножек-табуреток. И общие издержки производства при его выполнении составили 700 рублей. Определите, какие общие издержки понесет фабрика на выполнении заказа, состоящего из 90 ножек для табуреток. Так, что мы знаем? Мы знаем, что переменные издержки на производство одной ножки составляют 4. Мы знаем, что в прошлом месяце фабрика получила заказ на комплект из ста ножек и общие издержки производства при его выполнении составили 700 рублей. Фабрика получила новый заказ на 90 ножек, и нам надо найти общие издержки. Какие понесет фабрика при выполнении данного заказа. Общие издержки, как мы уже с вами говорили, складываются из постоянных издержек и переменных издержек. На слайде вы видите формулу общих издержек. Общие издержки равны переменные издержки на единицу продукции умножить на количество изделий плюс постоянные издержки. Напишем формулу издержки. Напишем формулу издержек, исходя из известной информации. В этой формуле ТС – это общие издержки. ВС – это переменные издержки. ФС – это постоянные издержки. Снизу представлена формула общих издержек. Как мы с вами сказали, ТС – это общие издержки. Общие издержки равны ФС плюс ВС на единицу продукции умножить на количество изделий. В этой формуле ВС – это переменные издержки производства в расчете на единицу продукции или на одну табуретку. КУ – это количество изделий. Исходя из формул, определим постоянные издержки в прошлом месяце, исходя из имеющейся цифровой информации по прошлому месяцу. Что мы знаем? Что фабрика выпускала у нас с вами ножки табуреток, выпустила их 100 изделий, переменные затраты на изготовление одной ножки составили 4, и общие издержки составили 700. Подставим всю эту информацию в формулу. Получим 700 равно 4 умножить на 100 плюс постоянные издержки. Из этой формулы мы можем найти постоянные издержки. Они равны 300. Перейдем к текущему месяцу и определим общие издержки фабрики. Они будут равны 4 умножить на 90. 90 – это текущий заказ фабрики. И плюс 300 – постоянные издержки. Итого общие издержки фабрики будут равны 660 рублей. Ответ. Фабрика понесет общие издержки на выполнение заказа, состоящего из 90 ножек для табуреток в размере 660 рублей. Фабрика понесет общие издержки. 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 Фабрика понесет общие издержки.